В шестой школе поселка Совхозного открыта мемориальная доска памяти ее выпускника Алексея Свистельникова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Алексей с честью выполнил свой воинский долг, награжден медалью «За отвагу». Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою родину, но и помогать братским народам. Вот и сейчас наши ребята исполняют свой воинский долг, несут верную службу родине, участвуя в специальной военной операции на Украине. Потомственный казак Алексей Свистельников в числе первых добровольцев в составе отряда «Кубань» отправился защищать родину. 19 мая при выполнении боевого задания он был смертельно ранен. На открытие мемориальной доски его памяти в шестую школу пришли родители, друзья и сослуживцы, казаки-добровольцы отряда «БАРС-11». Сегодня знаменательное событие, я думаю, не только для вашей школы, не только для вашего поселения. Сегодня, я думаю, знаменательное событие для всего нашего района, соболезнованное родителям. Мы были вместе с Алексеем с первого дня, в эту ночь мы были рядом. Выносили мы его с поля боя. За тот недолгий период времени, что мы с ним вместе были, можно много тёплых слов говорить, понимаете? Но главное помнить о тех ребятах, которые сложили головы на поле брани. За наше с вами настоящее, за наше с вами будущее. Как бы мы ни говорили, и многие говорят, а это не наша война. Ребятушки, поверьте, это наша война. Одно могу сказать. Алексей погиб с оружием в руках. Это не просто фигуральная фраза. Действительно, он погиб с автоматом в руках. Не бросив, не сбежав. И помните, и гордитесь тем, что вы учитесь в этой школе, где вырос, выучился, какой светлый молодой казак. Светлая память. И помните, он погиб не зря. Алексей Свистельников учился в шестой школе. И открытие мемориальной доски – это дань уважения и признания его героического служения Родине. Горечь утраты настоящего сына своей отчизны сможет смягчить только память о нём и понимание, что его жертва была не напрасна. Алексей погиб во имя жизни других, во имя мирного неба в нашей стране. Вообще, чтобы вы знали, эта школа вырастила много достойных сынов в наше отечество. Алексей – это гордость нашей семьи, что он всегда его воспитывал с детства мужчиной, воином. Хочу сказать, что дай Бог каждому мужчине воспитать такого сына. Мы в это нелёгкое для нашей страны время все должны сжаться в кулак вместе. И школьники, и дети, и директора, и атаманы, и все-все-все, и наши святые отцы, и батюшки-настоятели. Все должны сжаться в один кулак и дать достойный отпор этой нечисти, которая посигнула на нашу родину, на нашу отчизну. Мужество и героизм Алексея Свистельникова были отмечены высшей наградой кубанского казачьего войска, орденским знаком за веру Кубани Отечества первой степени, и государственной наградой Российской Федерации – медалью за отвагу. Память Алексея и всех солдат, погибших при исполнении своего воинского долга, почтили минутой молчания. Обо всех погибших при исполнении воинского долга объявляется минута молчания. Как говорится в одном стихотворении, герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут. Память об Алексее Свистельникове будет всегда жить в сердцах его друзей и близких, а также всех учащихся шестой школы, в которой он учился. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События». Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «Сравляю». С вами был Игорь Негода.